Модная оригинальная брошь, колье и пояс появятся у вас уже через час. Если вы сосредоточите свое внимание на советах Олечки Волковой, вместе со мной и с вами учиться делать украшения по интереснейшим технологиям будет Роза Альнамри. Встречайте! Привет! Здравствуйте, Оля! Очень-очень приятно познакомиться. Нету. Найяскравіша участница третьего сезона шоу «Холостяк» та телеведуча по шоу «Як войти заміж» Роза Альнамрі запам'яталася глядачам не тільки шаленою сексуальністю, а й неймовірною артистичністю і талантом пародиювання. Саме ці якості розледів у ней Холостяк із 20 красунь, що боролися за його серце, і на першій же вечірці проекту запросив саме її на перше побачення. І це була неймовірна зустріч у Грузії. Коли буде следующее свидание, я буду ревнувати. Я тебе говорю честно, ти мені подобалась. Терпи берегись, тому що я буду ревнувати. Не дивлячись на романтичну прогулянку Тбілісі та красення Холостяка поруч, любителька незвичайних прикрас Роза не змогла не помітити розмаїття валяних аксесуарів в цьому місці. Намисто, браслети, сережки і сумки з вовни в найрізноманітніших поєднаннях з класичним гобеленом, трикотажем, тюлем прикрашали одяг грузинських модниц і не залишали можливості бути непоміченими. Бажання мати таку прикрасу Розу не покидає і досі. Дякую за перегляд! Пояс і колье і брошка три в одному. Тобто, чому сьогодні ми будемо стремитися. Тобто можна перевешивати навіть в течінні дня. Валені цвіті, я вот смотрела недавно в магазині, стоїть от 250 гривень вот одна красива Роза. Одна Розочка только? Не три в одному? Нет. Конечно, ми будем делать це своїми руками. Конечно, Роза. Але все-таки придеться потратитися. Бесплатно же ми не раздобудемо вот такий матеріал. Расскажіть, скільки це буде стоити і де покупати? Нам понадобиться два цвета шерсти. Шерсть ми берем меренос. У нас буде розово і сере. Достаточно хорошо вони гармонірують между собою. Для создання вот такого вот комплекта, скажем, три в одному, нам понадобиться около 60 грамів шерсти. Моток шерсти ми покупаємо приблизно за 15 гривень. Ну, і разные булавочки, крепления, к которому ми можем потом пристегивать, эту брошку нам тоже понадобиться. Але вони 2-3 гривні стоят, то есть совершенно доступно. То есть до 40 гривень получится целий комплект украшений, изготовленный по технології валяния, при этом в магазине от 250 гривень придется потратити. Ну, дядьки, приступим. Нам понадобиться вода і мыло. Небольшая емкость і мыло, в принципі, детского буде достаточно. І подготовимо нашу рабочую поверхность. Надюш, це тебе. Роз, це тебе. Пожалуйста, пожалуйста. Это у нас клеєнка с пупырышками. Вот многие любят их полопать. Все, я пропала. В принципе, можно. Удобно мокрое валяние осуществлять именно на такой поверхности, потому что если поверхность будет гладкая, шерсть просто будет туда-сюда ездить і не буде сваливаться между собой. С помощью таких пупырышек это буде намного быстрее і проще. Теперь берем розовую шерсть. Я так по чуть-чуть, каждая із нас отщипну. Так. Мы кладем рядом. Надюша, тебе. І тепер нам надо аккуратно отщипываем. Причем просто аккуратно вот вытягиваем шерсть. Аккуратно-аккуратно, і она вот так отрывается у нас. Ми її ни в коем случае не режем ножницами, потому что затем она буде плохо сваливаться. Ми аккуратно її вот вытаскиваем і складываем в круг. Диаметр круга порядка 10-12 см. Это вот на среднюю такую розу. Маленькая розочка получать. Отлично, отлично. Ты клади, і вокруг ще більше і більше. І так, сформируем аккуратный круг. Старайтесь шерсть вкласть таким образом, щоб не образовувались просветы. Тогда роза буде однородная. І аккуратно выкладываем слой за слоем. В принципі, коли вже не видно просветы, ми можем закругляться. Розенька, ну почему ти заинтересовалась такой техникой? Откуда такая тяга? Тяга вся из Грузії, Надя. Я не могу до сих пор забыть это свидание с Андреем. Свидание в Грузии было моим самым любимым свиданием. Мне там подарили розы. Но пока мы с Андреем гуляли по улицам Грузии, я поняла, что именно там я нашла женщин, которые меня поймут. Я обожаю крупные украшения. Я обожаю необычные украшения. И у меня нет страсти к дорогим украшениям. И я увидела, насколько эти девушки выглядели стильно, насколько это было необычно. И вот захотела тоже купить себе такие украшения. Но времени там не было. Я приехала в Киев. К сожалению, я не нашла таких украшений в магазинах. Так, девочки, следующий этап – это мыло. Мы опускаем мыло в воду. И начинаем прям пенить воду с помощью мыла. Чтобы у нас руки были такие мыльные-мыльные. И вот этими вот намыленными руками мы… Мы начинаем пропитывать водой нашу шерсть. Воды, оно должно все быть максимально в воде. Боже, как это интересно. Только у меня моя розочка распадается на части. Ты прям поливай сверху сначала водой. Как только оно будет все мокрое, оно перестанет цепляться к рукам. Ага. Поняла, получается. Девочки, что делаем дальше? Полностью водой залили нашу шерсть. Теперь мы начинаем потихоньку как бы разглаживать ее. Такими какими-то круговыми движениями. И хочу обратить ваше внимание, что делаем это по кругу, оставляя центр максимально нетронутым. То есть он у нас мокрый, в воде. Но мы его пока не валяем. То есть мы делаем это по краям. То есть второй этап – массируем розу. Да. Мне это нравится. Итак, мы чуть-чуть сваляли, да? Мы видим, что уже формируется цельная такая плоскость. Лепестки. Да, уже не распадается, шерсти не видно, уже превращается вот в такую сплошную ткань, можно сказать, основу. Да, даже у меня получилось. И теперь самый интересный фокус, что у нас эта роза будет состоять из трех лепестков, которые будут соединены между собой не нитками, не клеем, а прям свалены. Вот так. Ух ты. Надюша, мы начнем с твоего лепестка, самого большого. Да. Неси сюда. Кладем сюда лепесток. Причем, если у нас есть какие-то неровности, то вот как раз после того, как мы немножко сваляли, мы можем их подровнять ножничками, чтобы сформировать ровные края. Слегка можем подправить. Что делаем потом? Мы берем из точно такого же пупырчатого материала, делаем кружок, в принципе, такого же диаметра, как наша роза, ну, приблизительно. И внутри у нас будут отверстия. Кладем. Теперь второй слой. Мой? Раз, да, твой. Это чтобы они не слиплись друг с другом, да? Да. То есть, получается, края лепестки между собой будут разделены, а серединка будет общая. Ух ты. Угу. Теперь второй, точно такой же, скажем так, диск кладем. И затем последний. И вот теперь нам очень важно размассировать середину. То есть, центр нам надо свалять таким образом, чтобы все три слоя у нас объединились в один. Девочки, ну, я вам не дам скучать, и пока я буду все лепестки между собой соединять, нам нужна основа, стебель, который будет у нас и поясом, и ожерельем. Угу. Пока у нас маленький перерывчик. Давайте кофейку выпьем. С удовольствием. Кстати, я вспомнила один удивительный факт о кофе. Эта шерсть навеяла. Вы знаете, как открыли удивительные бодрящие свойства кофе? Согласно легенде, эфиопские пастухи впервые поняли бодрящую силу действия кофе, когда заметили, что их козы начали фактически плясать, наевшись кофейных ягод. Мы с кафе. Первое правило утра. Итак, девочки, теперь я предлагаю ваши рабочие поверхности немножко объединить. С удовольствием. Будет и быстрее процесс. Сейчас, в принципе, вы можете то же самое делать с подругами, с друзьями, тоже вместе валять одну вещь. Так, теперь мы берем серую шерсть и выкладываем ее полосой. Длина полосы зависит от того, какой размер мы хотим получить. Ну, желательно, конечно, чтобы она сходилась на поясе. А если это ожерелье, да, то несколько раз должно быть. И просто пока вот нить такую мы делаем. Она должна не смотреться, конечно, грубо, но, в принципе, мы понимаем, что то, что мы выкладываем, потом намокнет и уменьшится сразу же, как только вода туда попадет. А ты что будешь делать? А я пока доделаю нашу розу. Я вот как раз покажу, да, что у нас есть три слоя, которые как раз лепестки не соединены между собой, а серединка будет общая. И начинаем валять. Оля, а как ты определишь, что ты уже сваляла? Я постоянно проверяю. Когда серединки между собой объединятся, они не будут отставать друг от друга, то серединка уже готова. И лепестки, они должны быть тоже максимально тонкие, превратиться вот в одну плоскость такую, тогда достаточно. Чувствую, буду делать эксперименты над своим котом, с шерстью. А оно такое у тебя? Нет, беленький, беленький. У нас серединка уже вот свалялась, да, мы даже видим, как уже цепляются волокна одна за другую, потому смело можем снимать наши колечки. Мы их просто вот аккуратно вынимаем оттуда. И немножко еще можем в пене повалять. Так, теперь мы берем, да, серую шерсть и выкладываем ее полосой. Вынимаем чуть-чуть и выкладываем. Длинной полосой. Длина полосы зависит от того, какой размер мы хотим получить. Ну, желательно, конечно, чтобы она сходилась на поясе, а если это ожерелье, да, то несколько раз должно быть. Она должна не смотреться, конечно, грубо, но, в принципе, мы понимаем, что то, что мы выкладываем, потом намокнет и уменьшится сразу же, как только вода туда попадет, потому можем смело накладывать. Беревочка формируется с одной стороны, затем можно выложить лепесток. Делается это тоже все легко и просто. Просто формируем вот так вот прям лепесточек и аккуратно приваливаем его к основной части. Продолжаем валять. Края мы можем подрезать аккуратно ножничками, чтобы они совсем были ровные, ровные. Ну, хотя нижний слой может быть чуть-чуть больше, чем серединка. Вот, в принципе, у нас все в пене, надо теперь это вымыть. Наденька, у тебя есть как раз блюдечко с чистой водой. Приготовим. Попрошу, да. Спасибо. И мы так вот смело вымываем наш цветочек. У нас все три слоя уже соединены. И мы хорошенько отжимаем, чтобы не было уже никакой пены. Прям не боимся помять, я смотрю. Уже оно достаточно хорошо славлено. И не расклеится, да, никак? Нет, уже ничего не будет. И это только с помощью мыла? Да. Без клея? Да. И ручки. Ну да, ручки, конечно, это важно. Итак, берем цветочек, и главное сформировать серединку. Здесь мы просто закручиваем цветок, в принципе, в произвольной форме, чтобы он у нас образовал вот такой вот завиток. И теперь я беру из-под пленки пищевой тубус. В нем как раз идеально сушить розу. Мы берем и вот так вот смело туда помещаем ее. Это может быть еще от бумажных полотенец, даже от туалетной бумаги. В зависимости от того, какой бутон у нас должен в итоге получиться. Да. И вот как раз за счет того, что сжимается цветок, образуются красивые изгибы. Вот бутон у нас фактически сформирован. Какой прекрасный цветок, Оля. Девочки, в принципе, нам осталось дождаться, когда высохнет наша роза, зафиксируется форма. Нам надо только добавить булавочку. Можно ее зафиксировать с помощью горячего клея, можно аккуратно пришить. И, в принципе, это уже готовая брошка. Можно сделать одну красивую розу, можно сделать поменьше и несколько. А можно я примерю их себе? Обязательно. Сначала брошь. Посмотрите, мне идет? Конечно же, идет. Вот как можно украсить мой любимый свитер серый. Кстати, вот сочетание серого и розового очень, да? Супер изысканно, да. Так. Ну, из розочек поменьше можно сформировать вот целую такую вот композицию. У нас есть уже колье. Это колье. Друзья, смотрим. Смотрим. Видишь, тут вот действительно нужно фантазию проявить, чтобы это суметь как-то все соединить. Лепестки и лепестки мы можем зафиксировать цветочком. Класс. С помощью такого украшения любой ваш свитерок заиграет по-новому. И благодаря сегодняшней встрече ты стала еще красивее. А мы научились тому, как можно буквально из подручных средств сделать удивительные стильные украшения. Оля, спасибо тебе огромное.